Это видео посвящено тем женщинам, которые боятся вступать в отношения, потому что у них уже есть дети от первого брака. Огромное количество семей, которые живут с неродными родителями. Бывают настолько мудрые дети, которые хотят и даже просят, мамочка, выходи замуж, нам нужен новый папа. Во многом от женщины будет зависеть атмосфера в семье в целом. И в таких случаях ревности между первыми и последующими детьми не избежать. Конечно, дорогие женщины, повышайте свою финансовую независимость. Что нужно делать, чтобы поверить в то, что тебя возьмут с прицепом? Конечно же, повышать свою самооценку. Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как кому я буду нужна с прицепом. Да, это видео посвящено тем женщинам, которые боятся вступать в отношения, потому что у них уже есть дети от первого брака. Возможно, даже и не один ребенок. Как же им поступить? Есть ли надежда, что на них женятся? Конечно же, есть. Надо сказать, что мужчина, женщину с ребенком, воспринимают как нечто целое и неотделимое. И если он уже влюбился в такую женщину, он понимает, что он берет ответственность и за него, и за этого ребенка тоже. Если он по-настоящему чувствует к ней симпатию, любовь и хочет взять ее в жены, то, естественно, он также ответственно и также осознанно будет подходить к этому ребенку. Он точно также захочет, чтобы ребенок любил его, уважал и сделает все возможное, чтобы он называл его папа. Когда мой папа встретил мою молодую маму, она была хороша с собой, но уже была, как говорится, с прицепом, либо с довеском. С ней был маленький мальчик, которого предстояло воспитать уже моему папе. То есть, получается, он прожил всю жизнь с отчимом. Насколько я знаю, мой папа так сильно любил мою маму, что выполнял каждое желание ее сына. Он очень сильно старался и хотел, чтобы этот мальчик называл его папа, покупал ему подарки, возил его на разные мероприятия, занимался с ним. И очень-очень много сил и любви вложил в этого ребенка для того, чтобы он прочувствовал, что он ему родной. Многие женщины, приходя на прием, боятся и рассказывают мне такой момент, что они вроде бы и начинают отношения, но у них есть страх, как же их будущий избранник будет относиться к их сыну, либо к их дочке. Ну что, друзья, можно сказать, что это новый период в вашей жизни. Вы должны объяснить своему ребенку, если он уже взрослый. Если вы хотите об этом говорить, что у него есть настоящий папа, и он всегда был, есть и будет присутствовать в его жизни. А сейчас вы выходите замуж за другого мужчину, и он выполняет роль отца. И любить и уважать его нужно не меньше, как своего родного отца. Но это один вариант. Бывает другой вариант, как был в моей семье. Моя мама, когда вышла замуж за моего папу, она не сказала своему сыну от первого брака, что это его неродной отец. Она сказала, это теперь будет наш папа. А своего папа он не помнил, поэтому он всю жизнь называл его папа. И когда мой брат достиг определенного возраста, естественно, ему сказали, что у него есть его родной биологический отец. И он даже с ним повстречался. Но, тем не менее, мой отец, то есть его отец, продолжал оставаться настоящим отцом этому ребенку. Точно так же может произойти и в вашей семье. Если вы любите друг друга, то есть огромная вероятность, что ваш муж, ваш будущий муж воспримет вашего ребенка точно так же с любовью, как воспринимаете его и вы. Но для этого женщине нужно, конечно же, создать атмосферу любви и согласия в доме. Если женщина действительно нравится молодому человеку, либо ее будущему мужу, он воспринимает ребенка как данность. Он не разделяет маму и ребенка. Вот они попались ему как одно целое. Мама с ребенком. И он уже не отделяет, он любит вас всецело. Расскажу случай, как мы познакомились со своим супругом. Я шла со своим племянником. Племянник был маленький, и мы шли с ним по городу. И в этот момент я познакомилась со своим будущим мужем. И он подумал, представляете, что это мой ребенок. И первая мысль, которая пришла ему в голову. Женюсь! Потом посмотрел на ребенка. Ах, да, она же с ребенком. Ничего страшного. Я и с ребенком на ней женюсь. Представляете? И каково же было его удивление, когда он подошел со мной, познакомился и спросил, что я делаю в центре города. Я сказала, я вышла купить подарок своему племяннику. Ах, это ваш племянник! Какое счастье произнес мой будущий муж. Но я уверена, я уже видела по его влюбленным глазам, что он готов был жениться на мне вместе с ребенком. Но ребенок оказался не моим родным ребенком, а лишь моим племянником, которому я очень благодарна, что в этот момент он шел со мной. И таким образом я могу себе дать отчет в том, что мужчины однозначно женятся, влюбляются в женщину. И не важно, сколько у нее детей. Я знаю женщин, которые выходили замуж с двумя и даже с тремя детьми. И жили долго и счастливо со своими мужьями. Что хочется посоветовать в такой ситуации? Несмотря на то, что на нашей планете огромное количество семей, которые живут с неродными родителями. Кто-то живет вместе с отчимом, кто-то живет вместе с мачехой. Люди соединяются и образуют новые семьи, в них рождаются новые дети. И в основном, конечно, хотелось бы верить в то, что дети в этой семье любимы одинаково. Конечно, бывает по-разному. В таких случаях ревности между первыми и последующими детьми не избежать. Ну, это касается и других семей, где мама и папа, в общем-то, одни и те же. В данном случае ребенок, бывают настолько мудрые дети, которые хотят и даже просят мамочка, выходи замуж, нам нужен новый папа, ну что же ты живешь одна? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, чьи дети так настойчиво просили вас, именно вас, дорогие мамы, выйти замуж, найти нам нового папу и быть счастливой. Мамочка, я так хочу, чтобы ты была счастлива. Что нужно делать, чтобы поверить в то, что тебя возьмут с прицепом? Конечно же, повышать свою самооценку, повышать свою финансовую независимость для того, чтобы не упасть на шею этому новому мужчине самой и вместе с ребенком. Да, конечно, любой достойный мужчина будет стараться помогать, обеспечивать, тянуть и устраивать жизнь и вам, и вашему ребенку от предыдущего брака. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай, нужно и самим действовать в этом направлении. Во многом от женщины будет зависеть атмосфера в семье в целом. Поэтому ваш выбор, если уже вы выбрали какого-то мужчину в качестве мужа, сделайте так, чтобы он был достойным отцом вашему будущему ребенку. Для этого вам необходимо само его уважать, любить и быть замужем, чтобы все это прочувствовал и ваш ребенок. Насколько вы будете сильно любить и уважать и доверять своему мужчине, настолько ваш ребенок будет себя чувствовать любимым и защищенным в этой семье. И в заключении своего видео я хочу напомнить одну гениальную фразу. Не тот отец, что родил, а тот, что воспитал. Поэтому я желаю вашим семьям любви, счастья, гармонии и процветания. Во многих странах, когда людей спрашивают, сколько у вас детей, они не говорят количество своих личных детей. Они говорят количество детей в целом. Они говорят, у нас с мужем четверо детей, говорят австралийцы и канадцы. Потому что на самом деле у нее двое детей и у него двое детей. Поэтому никто не скажет, у меня двое детей, а не скажет, у нас четверо детей. И все дети наши дети. Видео на тему, как повысить свою женственность и как повысить свою самооценку, вы можете посмотреть здесь. Я прикреплю ссылочку, открывайте и изучайте с удовольствием. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, какие бы еще темы вы хотели обсудить на моем канале. Я с удовольствием запишу для вас эти видео. Ну что ж, друзья, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok